Доброе утро! Ань, садись! Спасибо! Вот тебе самая косметика! Аня, ты самая красивая девушка в школе! Какая она классная! Да, быть дочкой директора круто! Да, повезло ей! Самая популярная девочка в школе! Она моей девушкой будет! Забудь про это! Она моя! Мальчики, успокойтесь! Я сама решу, кто будет моим парнем! Да, круто было бы, если мой папа был бы директором школы! Аня, мне кажется, все было бы по-другому! Ну и как же! Да, мне вот тоже интересно! А вот так! Уже второй урок проспала! Не пойду! Лучше еще посплю! Ребята, вы не знаете, почему Ани нет? Да спит, наверное, как всегда! Вряд ли она уже придет! Ладно, не буду ей прогул ставить! Все-таки дочь директора! Ой-ой-ой, вообще бы все не так было! Нет-нет, я знаю, как бы все было! Так, а ну, мы слушаем! Ура! А, наконец-то, ребята! Аня, что случилось? Круассаны в кафе! Теперь бесплатные! Указ директора! Круто! Лови! Это лучший день в моей жизни! Савва, и ты лови! Аня, ты самая лучшая! Всем бесплатные круассаны! Не так бы все было! А мне кажется, может быть! Ой, девочки, хотите, расскажу, как бы все было на самом деле! А ну, давай! Ты лучше всех должна знать, каково это, когда твой папа директор! Доброе утро! Ань, ты почему опаздываешь? Ты думаешь, если ты дочка директора, тебе все можно? Простите, я просто была в библиотеке! Я делала доклад на конференцию! Последний раз! Садись! Спасибо! Ой, стул уехал! Ну ничего, нажалуйся своему папочке! Как смешно! Аня, ты приготовила реферат на сегодня? Да, конечно, сейчас! Неси его мне! Минуточку, найду его! Ну где же он? Я его, наверное, в библиотеке забыла! Понятно, все не сделала! Не стыдно тебе! Твой папа директор! А ты его позоришь! Позор, 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 позор! Так, все, хватит! Это уже ужасы какие-то! Согласна! Уже немного перестаралась! Ну да, приукрасила немного! Ну в общем, так оно и будет! Ой, да ну! Да ты придумываешь все! Папа директор! Можно делать все, что захочешь! Доброе утро! Олег Леонидович! Вам, наверное, и пора выйти свежим воздухом подышать! Да, согласен! Засиделся я тут! Урок окончил! Хоть бы он на меня внимание обратил! А лучше на меня! Мне такие нравятся плохиши! Не смотри даже на него! Он мой! Размечталась курица! Кто курица? Я тебя сейчас покажу! Само мой! Нет, мой! Само мой! Даже не смотри на него! Нет, он мой! Я его люблю больше! Я больше! Что, крутые? А ну, потеряйся! Привет, Крошка! Привет, красавчик! Твой вечер сегодня занят! Танец свободен! Это был не вопрос! Сава, а ты же вроде с тобой взять ходил? Крошка, пойми! Ты прожитый момент в моей жизни! Мне надо двигаться дальше! Жду тебя всем в парке! Виолетта, хочешь, я с тобой схожу погулять? Отвали, Макс! Ха-ха! Крошка, Сава! Ну ты, конечно, насмешил! Не вижу тут ничего смешного! Я бы себя так и вёл! Да выглядеть только могут! Сава, я знаю, как бы всё было! Нет, можно я сначала? Ребята, привет! У меня для вас объявление! Вы сейчас обалдеете! Это самая крутая новость за последнее время! По указу директора, теперь каждый день 10 уроков! И перемены будут проходить в библиотеке! А, ещё я себе купил новый свиторок! Девочки, обалдеете! Ну что, это же моя фантазия! Правда круто? Мне жаль, но я ничего не мог поделать! Блин, да как так-то? Он что уже, вообще с ума сошёл? 10 уроков, да мы тут жить будем! Это всё Сава! Он попросил так сделать! Можете не благодарить! Сейчас мы тебя отблагодарим! Ребята, вы чего? Аня, ты уже совсем фантазируешь! А мне кажется, всё-таки было! Аня, ну ты прям мои мысли читаешь! Вы все такие умные! Макс, а ты знаешь, как бы было, если бы твой папа был директором? Конечно, знаю! Олег Леонидович, до конца урока меня не тревожит! Да, конечно, спи! Всем тихо, записываем тему! Доброе утро! А, ага, понял! Вот новый указ директора! С сегодняшнего дня каждый день только один урок! Физкультура! Ура, я так счастлива! Макс, такой молодец! Согласен! Макс, ты наш герой! Я теперь буду любить ходить в школу! Браво! Браво! Бегой! Браво! Любить ходить в школу? Ну ты придумал, конечно! А я вообще физру не люблю! Нет, Макс, в твоем случае было бы все по-другому! Ребята, ура, наконец-то! Макс, что случилось? Круассан и кафе теперь бесплатные! Указ директора! Так, стоп! По-моему, это уже было! Ну в этом вы с Максом похожи! Вы плохо знаете о Максе! Все было бы по-другому! Ну давай, друг, послушаем тебя! Доброе утро, ребят! Начинаем урок! Савва, прячь телефон! Ну ладно! Пацаны, двое на коврах! Кидаю флешку! Да, Савва, у тебя проблемы с фантазией! Нормально у меня все с фантазией! Девочки, пошли! Походу Арсен Георгиевич не придет на урок! Савва! Савва, ну конечно, спасибо, друг! Макс, давай только ты не начинай! Девочки, а вы не заметили, что у нас появилась новая пара? Да-да, заметили! Вы о чем? О тебе с Максом! Вы, оказывается, так похожи! У вас много общего, да и смотреться будете хорошо! Я с Максом! Там уже другой есть, Артем за ней ухаживает! И вроде бы Макс как бы тебе нравится! Уже нет, не нравится! А чего так? Там был там один момент недавно! Ой, извините! Ага, конечно, спасибо! Вам такие парни не нужны! Аня, забирай! Аня! Аня! Ой, простите! Ну это все случайно получилось! Газы, все такое! Вот поэтому вы с Максом подходите друг к другу! Кстати, ангел в круассанах круто! Надо будет попробовать! Идеальная пара! Хорошо! Если Макс будет встречаться со мной, тогда ты с кем? Спасибо, что донес портрет до кабинета! Да не за что! Я ведь люблю тебя! Да, стоп! У него ведь Даша есть! Да я знаю! Но помечтать же можно! Да, девочки! С нашими мальчиками мечтать только и остается! Согласна! Кстати, Сара, а кто тебе нравится? Ты нам никогда не говорила! Да так, никто! Ага! Давай рассказывай! Да он не с нашей школы! Вы его не знаете! Ах! Неинтересно! Надо в классы идти к уроку готовиться! Да не хочу я с Аней на свидание идти! Макс! Да вы подходите друг к другу! Не подходим! Мы вообще разные! Но насчет этого я бы поспорил! На этом уроке я съем красные! А после физры я съем желтые! Но это ничего не значит! Много кто-то делает! Да никто! Кроме вас так не делает! Сара, хоре выдумывать! Кстати, девочки! Вам прогул за физру поставили! Блин, Сава! А ты не мог добрать сказать, что Арсен Георгиевич пришел? Друг, конечно! Я бы набрала! Тяжело что ли? Да успокойтесь! Это шутка! Сава, завязывай с такими шутками! А то с тобой в классе вообще никто дружить не будет! Сава, у тебя такие шутки тупые! Что? Мне же как не пишут, как научиться шутить! Вообще шутить с вами не буду! Раз не понимаете! Так ты получше шутить научишь, чтобы мы понимали! Привет, ребята! Здравствуйте! Здравствуйте! Ой, ребят, я ваши тетрадки забыл! Я выйду! Посидите тихо! Знаете, а если бы мой папа был директором? Косметика уже в друге не помещается! Виолетта, ты где столько косметики взяла? Везет ей! Можно на каблуках и в платье в школу приходить! Да, вот это красотка! Я понимаю! Мне бы такую девушку! Крутяк! Ты что, магазин с косметикой ограбила? Нет! У нас открылся новый магазин с бесплатной косметикой! Распоряжение моего папочки-директора! Ты не шутишь? Я же не Сава, чтобы шутить по-тупому! Ну все, девочек мы больше не увидим! Макс, может нам тоже пойти косметику выбрать? Сава, я только об этом подумал! Мне как раз новая помада нужна! А мне тушь! Ха-ха, вот это было смешно! Не смешно! Мне девочки, чтобы краситься! Ну моя фантазия! Что хочу, то и делаю! Раз так, тогда послушайте мою версию! Что было бы, если бы Виолетта была дочкой директора? Мальчики, получше машите! Сара, а ты еще тут подкрась! Бетти, ну что ты? Мой наряд готов уже! Еще чуть-чуть! Так, я не поняла! Что с вами сегодня? Вы хотите меня расстроить? Нет, конечно! У Великой прекрасно! Как мы могли подумать, чтобы расстроить нашу королеву? Вы знаете, что будет, если я расстроюсь? Ты все расскажешь своему папе, и он нас выгонит со школы! Виолетта, вот тяблышки, как ты и просила! Молодец, Аня! Вот, учитесь! Фу, Аня! Они что, с косточками? Виолетта, пожалуйста, только не злись! Я сейчас достану все косточки! Быстрее! Макс, ну ты уже перегибаешь! Я не такая, как ты думаешь! Моя фантазия! Что хочу, то и делаю! Фух, мне жутковато стало! А почему я должна косточки доставать? Пускай Сава это делает! Нет, Макс! Знаешь, как было бы на самом деле! Ребята, у меня срочные новости! Девчонки, слушайте! У вас сейчас крышу снесет! Новый указ директора! Теперь вместо уроков мы будем с вами делать масочки! И хвастаться своей бесполезной косметикой! Игра! Ура! Илья! Девчонка! А, и еще! Дети! Может хватит меня уже впутывать в свои фантазии? У меня другие дела есть! Простите, Олег Леонидович! Последний раз! В смысле косметика бесполезная? Это ваши тупые игры бесполезные! Забери свои слова обратно! Поддерживаю ее, Виолетта! И она не заберет свои слова обратно! Девочки, не начинайте эту войну! Начинать? Да мы ее уже выиграли! Ребят, хватит! Мы еще Бетти не послушали! А, точно, Бетти, прости! Давай, рассказывай, что бы ты сделал, если бы твой папа был директором? Ой, я даже и не знаю! Да ладно тебе! Не бойся! Говори! Уже все рассказали! Ну ты... У тебя и так папа директор! Давай, нам интересно послушать! Правда? Ну хорошо! Если бы мой папа был директором! Значит так! Либо ты бросаешь ее и встречаешься со мной, либо я все расскажу своему папе, и тебя выгонят со школы! Ладно, ладно, ладно! Алло, Даша! Нам нужно расстаться! Прости! Молодец! Куда меня сегодня пригласишь? Что? Денис? Ну да, что-то такого! Так у него вроде девушка есть! Вы же сами сказали рассказать! Вот я и рассказала! Не думала, что ты такая! Надо Дашу предупредить, чтобы поаккуратней была! Ой, да ладно вам! Вы что, Бетти не знаете? Все было бы по-другому! Привет, Бетти! Привет! Бетти, тут такое дело, понимаешь, круассаны кафе, ну, очень дорогие! Да, я заметила! Вот ты бы не могла попросить своего папу, чтобы они были чуть подешевле! Подружка! Конечно, без проблем! Мы же подружки! Спасибо! Привет, подружка! В общем, у меня просьба будет! Какая? Тебе не кажется, что уроки идут слишком долго? Я думаю, минут 15 хватило бы! Ну, не знаю! Может, ты попросишь папу, чтобы он сделал уроки покороче? Подружка! Да, конечно, без проблем! Спасибо! Бетти, мне кажется, что одна физральгения – это мало! Ты так думаешь? Да, конечно! Ты, наверное, попроси папу, чтобы он сделал 4 урока физкультуры в день! Хорошо, попрошу! Тут еще раз Сава хотел у тебя кое-что попросить! Что-то хотел? Бетти, можешь попросить своего папу, чтобы разрешила играть в игры на уроки? Ну, не знаю! Ну, пожалуйста, мы же друзья! Ну, ладно, попрошу! Ну что, вы тоже что-то у меня попросили? Да, 4 урока физры в день! И играть в выигранные уроки! Как хорошо, что она такая добрая и наивная! И мы можем использовать ее доброту! А вот это уже обидно! Я бы не просила играть на уроки! А, например, в крулосуточную библиотеку! И да, 4 урока физры вряд ли я выдержу! Но насчет круассанов ты угадала! Чего смеетесь? А, да мы тут рассказываем, что бы мы делали, если бы наш папа был директором школы! Папа директор школы? Вот если бы мой папа был бы директором школы! Доброе утро! Доброе утро, Леонид Ильич! Сан, записывай тему на доске! А какую? Не знаю! Сам придумай! Аня, а ты заполни журнал! И, Виолетта! Проверишь и контрольная! Олег Леонидович, вы, конечно, извините, но этим должен заниматься учитель! Что ты сказала? Мне не послышалось! Ой-ой, зря ты это сказала! Я смотрю, кто-то давно не был в кабинете у директора! Но! Я сейчас позвоню своему папе, и кто-то вылетит со школы! Понятно? Понятно! Давайте свои контрольные! Так-то лучше! Вот так вы нас любите! Ну это же просто фантазия! ПОЗИТОРНАЯ МУЗЫКА ПОЗИТОРНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин